Всем привет! Меня зовут Юля и это канал о вязании. Но сегодня мы будем говорить не о нем, а о краже каналов на YouTube. Это больная тема для всех авторов каналов. Я в этом уверена. Кто уже имеет определенное количество подписчиков, кто имеет монетизацию, определенный доход, потеря канала это, конечно, большой ужас. Не первый раз сталкивалась и вам, конечно, не советую, потому что вот эти люди очень и очень хитрые. Если вам близка эта тема, оставайтесь со мной, и я расскажу вам о новой схеме кражи каналов. Да, она появилась, она есть, и я с ней столкнулась. Столкнулась и со старой схемой, столкнулась уже и с новой. И знаю, что есть пострадавшие. Так что, дорогие друзья, эта информация только для вас. Я, конечно, могла бы не делиться, но я за свой канал очень сильно переживаю и представляю, что можете пережить вы. Не так давно была целая волна кражи каналов и пострадавшим было, ох, как нелегко вернуть их назад. А сейчас в связи с тем, что творится в мире, будет сделать это еще сложнее, потому что времени уйдет очень много, хотя и раньше уходило немало на то, чтобы возвратить назад канал, доказать, что это ваш канал. До того, как YouTube стал оповещать о краже, было украдено очень много каналов. Знаем, что сейчас, когда вы заходите в творческую студию, есть такая лента, и там написано, что так и так могут украсть канал. Не нужно переходить по каким-то ссылкам. Есть определенные адреса электронной почты, с которых вам может YouTube отправлять какие-то сообщения. Тогда все происходило просто. Вам на почту приходило письмо, что вы якобы нарушили права монетизации, и вам канал могут заблокировать. И чтобы этого не случилось, нужно перейти по ссылке. Там была такая как бы кнопочка, вы нажимаете, и все, вашего канала у вас уже нет. Теперь все, все по-другому. Все на такой расслабленной волне, на какой-то волне радости, я бы так сказала, потому что именно это я испытала. На днях мне пришло сообщение о сотрудничестве на английском языке. Понятно, что я использовала переводчик, чтобы это все перевести, чтобы понять, что от меня хотят. Якобы молодая компания выпустила крутое приложение. Приложение для телефона, я так поняла. Даже в принципе не разбиралась сильно. И они хотят, чтобы я на своем канале сделала им рекламу за определенную плату. И они спрашивали, сколько же я хочу за эту рекламу. Я всегда пишу сумму, за которую мне не жалко сделать рекламу, то есть не минимально. И тем более, если это американская компания, то можно просить за рекламу больше денег, нежели бы это была какая-то русская фирма или что-то подобное. Я им ответила, что в принципе согласна и указала сумму оплаты мне за рекламу. В течение 10 минут, обратите внимание, ответили они мгновенно, даже может раньше, потому что я зашла обновлять почту, чтобы посмотреть, нет ли ответа. И вот за эти 10 минут уже был ответ. Они отвечают, что их сумма устраивает, что все супер. И для дальнейшего нашего общения я должна представить свой номер. Номер телефона, чтобы они могли связаться со мной в WhatsApp. Но у меня только один номер и этот номер привязан к моему каналу. Понятно. Хорошо, что я сообразила обратиться к мужу. Я, в принципе, никогда не соглашалась на какую-то рекламу, не спросив совета у него. Он это все прочитал и сказал ни в коем случае. Ни в коем случае. В итоге я написала, что общение наше будет происходить только в электронной почте. Все, ничего, никаких данных я давать не буду. И всегда, дорогие друзья, когда у меня какое-то сотрудничество, всегда общение происходит в электронной почте. То есть никакие, ни телефоны, ничего я не даю. На этом у нас все закончилось. Никакого ответа от них я больше не получала. То есть вообще никакого. Если они первый раз ответили в течение 10 минут, то сейчас уже, наверное, прошло недели полторы, и ответа нет. Сами понимаете, потом я находила информацию о таком способе кражи. Так что, дорогие друзья, у меня канал защищен хорошо. Никто без моего телефона не сможет войти на мой канал. Никто. Потому что я защиту поставила очень хорошую. И я в этом уверена. Еще хочу раз сказать, что я бы могла этой информацией не делиться. Но я за свой канал очень сильно переживаю. Знаю, что переживаете также и вы за свой канал. Знаю, что такое потерять и даже не представляю, что бы я делала, когда бы мой канал исчез. Это очень тяжело. У меня большая работа над этим каналом. И я не знаю, что бы случилось. Так что, дорогие друзья, берегите свои каналы. Никогда не переходите по каким-то неизвестным ссылкам. Не давайте свой номер телефона. Не соглашайтесь на сомнительное сотрудничество. Всегда проверяйте информацию, дабы с вами не случилось самое ужасное. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Если так, то ставьте лайк, поддержите мое видео. Пусть другие узнают об этой схеме. Можете сделать репост, поделиться, ВКонтакте. Чтобы у всех каналы остались на своих местах и при своих авторах. Желаю вам хорошего настроения и процветания вашим каналам. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok